На выставке «Моё я» представлено примерно 300 работ, и как это принято в подобных выставках, все они располагаются в хронологическом порядке. То есть я, будучи зрителем, проходя по залам, могу прослеживать тенденции, характерные для одного или иного времени. Например, в 18 веке характерной тенденцией было изображение на автопортрете каких-либо профессиональных предметов художника, будь то масляные краски или кисточки. Мы находимся в зале 19-20 века, и о каких-либо общностях говорить не приходится. Все работы самобытные, все работы яркие. Кроме того, нужно отметить, что здесь представлены не только художественные изображения, но и скульптуры, графический дизайн и вот в данном случае инсталляция. Некоторые работы здесь представленных вы можете впервые увидеть. Кроме того, целевым преимуществом этой выставки является этот факт, что последний раз подобная экспозиция, экспозиция автопортретов, проводилась в Русском музее лишь в 70-х годах. Что ж, кураторы данного проекта уверяют, что сегодня подобная выставка как никогда актуальна. Если вы пролистываете инстаграм своих друзей, селфи всегда интересно смотреть, в отличие от того, что они едят. Мне кажется, психология людей с того времени, она менялась, но в этом аспекте она осталась прежней. Лицо человека всегда притягивает внимание, и в нем мы что-то видим, какой-то отблеск творческого полета, интереса, интеллекта. И в этом плане автопортрет, мне кажется, будет актуален всегда. Ну и говоря об актуальности проекта, нельзя не упомянуть об акции, которую организовали кураторы. Любой участник, любой желающий может сфотографироваться с понравившимся ему автопортретом, поставить соответствующий хэштег и стать участником конкурса. Итоги будут подведены 29 августа, тогда, кстати, экспозиция и закончится. Оля Новокрещенова, Максим Бочаров, Life 78.